Это не уникальная, конечно, какая-то разработка, но для того, чтобы посмотреть остаточный заряд, батарею нужно вытащить. Вот так у нас выглядит плата управления. Пензал удивляет, я вот так, наверное, могу сказать. 45 градусов батарейка. Ну, действительно, в защиту ушло. Чуть-чуть до девяти метров не дошло. Здрасьте, товарищи! Это познавательно-развлекательный канал «За инструмент». Меня зовут Антон, добро пожаловать. Сегодня у нас на обзоре, как вы видите, циркулярная пила от компании «Дензел». Это дебют данного бренда. Сегодня познакомимся с ним в рамках вот этого инструмента. Что из себя представляет компания «Дензел»? Вообще инструмент «Дензел» честно говоря, я слабо себе представляю, потому что с инструментом до сегодняшнего дня знаком не был. Данный бренд позиционирует себя как инструмент для домашнего мастера, для людей, которые любят и занимаются инструментом, но, конечно, непрофессионально. Понятно это дело. Но, в то же время, это инструмент не первой цены. Что такое инструмент первой цены? Ну, это, грубо говоря, дешманский дешман. И про инструмент «Дензел» такого явно сказать нельзя. А вот из чего строится итоговая стоимость этого инструмента, в рамках сегодняшнего обзора, на примере циркулярной пилы, мы сегодня с вами постараемся понять, по крайней мере. Ну, например, сразу что бросается в глаза – это гарантия 3 года. Здесь вот написано на коробке. А это уже о чем-то говорит. Решил я сделать обзор на эту циркулярку, после того, как мне подписчик прислал видео. Кстати, телеграм-канал «За инструмент», там есть бот, куда вы можете присылать свои видео, какие-то там мысли, в общем, чего хотите, пишите туда. В общем, прислал он мне видео, где он распускал довольно твердую породу дерева, и я был впечатлен. Для бытового инструмента очень-очень неплохо себя проявила эта пила. И, в общем, все это я увидел, и мне стало интересно протестировать данную пилу. Все, и она у меня сегодня на обзоре. Давайте характеристики сразу посмотрим, чтобы потом к этому не возвращаться. Итак, напряжение здесь 18 вольт, как я уже сказал. Диск 165 миллиметров. Максимальная глубина пропила составляет 52 миллиметра под 90 градусов и 36 миллиметров под 45 градусов. Обороты заявлены здесь 4200. А, самое главное, не сказал, пила-то у нас бесщеточная, а брашлис. А это значит, если вдруг кто еще не знает, по сравнению с обычными щеточными двигателями, бесщеточные имеют большую производительность при меньшей массе. Взвесим, естественно, наоборот. Характеристики все мы с вами затестируем. Дальше чуть-чуть, попозже. Давайте смотреть, что на себя представляет. Данная комплектация у меня – это сама пила. Одна батарея емкостью 4 Ач и зарядное устройство. На что мы, во-первых, обращаем внимание при рассмотре циркулярной пилы – это подошва. Здесь она литая, достаточно толстая. Замерим давайте толщину. 8. Причем, обратите внимание, здесь, я так понимаю, есть паз для того, чтобы установить эту пилу на шину. А вот это вот интересно. Но, честно говоря, я пока не увидел в продаже у Дензела эти направляющие шины. Вроде как они там собираются их ввести в ассортимент. Кстати, если вы вдруг что-нибудь тестировали с какими-нибудь производителями шин, напишите, пожалуйста, поделитесь информацией. Основной фиксатор у нас расположен сзади, как и всегда. Сможем опустить, поднять пилу. Давайте зафиксируем. Вот мы выставляем здесь значение 0, зафиксируем ее и попробуем надавить. Как видите, замок держит хорошо. Недавно мы с вами тестировали одну циркулярку, так там замки держали условно. Что касается значения глубины, черный на черный, все по классике. Выбито 50, 40, 30, 20. Ну и промежуточное значение с пятерками 25, 35. Все это здесь также имеется. Понятно, здесь у нас идет регулировка угла наклона. Здесь у нас выбита шкала. Здесь нет фиксированных положений. Это можно отметить как плюс. То есть мы здесь выставляем нужный угол и фиксируем пилу. Обращу ваше внимание, это, наверное, одно из немаловажных преимуществ у этой пилы, что вот этот основной кожух не какой-нибудь пластиковый, а металлический. Это важно. Нижняя часть из пластика, но это классическая история, в этом никакой нет проблемы. В целом, функция этого кожуха защитная, то есть вас защищать от пилы. Поэтому пластик, не пластик глобально ни на что не влияет. Вот здесь металл и это хорошо. Выход под пылесос. Давайте замерим внутренний диаметр 35, внешний 40. На корпусе расположено место хранения шестигранного ключа. Ключ нам нужен для того, чтобы менять диск. Соответственно, потерять такой ключ вероятность минимальная. Кстати, о диске. Диск фирменный Denzel, 24 зуба по дереву, посадочкой 20 миллиметров. Ну и, понятное дело, диаметр 165 миллиметров. Как вы знаете, все тесты я провожу на комплектных дисках, потому что нам интересно понять, как себя будет пила вести именно из коробки. Но не забываем, что качество диска напрямую влияет на качество и скорость пила, но об этом мы с вами поговорим чуть позже в других роликах. Смотрим на параллельный упор. Здесь все значения выбиты, достаточно глазастые, все видно. Так, замерим упор по толщине. Почти 3 миллиметра. Достаточно твердый на изгиб. Конечно, его можно согнуть при большом желании, но и у параллельного упора, в принципе, нет задачи быть твердым, как чугунный мост. Их задача его, соответственно, направлять пилу. Так, параллельный упор у нас вставляется сюда. Фиксатор под параллельного упора подпружинен. Да, все легко устанавливается. И здесь достаточно глазастые значения. То есть, вот у нас от первого риска здесь у нас значение под 45 градусов. Все понятно, все видно, все четенько. По эргономике основная рукоятка имеет обрезинку и сверху, и снизу с текстуркой, чтобы у вас рука никуда не скользила. Достаточно приятная по ощущению. Дополнительная рукоятка также имеет резиновую накладку. То есть, во время работы у вас руки не будут скользить, если у вас там даже в перчатках, например. Пила, естественно, имеет защиту от случайного запуска. То есть, блокировка кнопки. Вот так вы, когда будете пытаться нажать на инструмент, он работает. Не будет естественно. Вот у нас есть вот эта черная блокировка. Там под лево, под право руку без разницы. При нажатии на эту блокировку сразу начинает работать лазер. Я думаю, видно. То есть, вы нажимая, вы снимаете блокировку, намечаете линию реза и только потом уже производите распил. Быстро набирает обороты и быстро также останавливается. Кстати, по поводу лазера. Вот сейчас на улице день, как вы видите. И линию очень хорошо видно. То есть, лазер достаточно яркий. Я, честно говоря, им не пользуюсь. Я предпочитаю использовать параллельный упор. Но опять же, я знаю кучу людей, которые параллельный упор. В принципе, вот этот боковой упор не используют, потому что нахер бомба сдался, как говорится. Да, если есть руки. Лазер действительно яркий. Так, здесь у нас указаны все характеристики. Даже уровень громкости здесь указан. 86,9 дБ и класс защиты IP20. Но здесь, в общем-то, понятное дело, стандартно сделано в Китае. Обращу ваше внимание на компоновку циркулярки. Аккумулятор интегрирован в сам инструмент. То есть, он не выдается за его пределы. И, по сути, является продолжением рукоятки. Что прикольно. То есть, пила не очень габаритная получается. И, с одной стороны, мы видим компактное расположение батареи в самом инструменте. А с другой стороны, для того, чтобы посмотреть остаточный заряд, батарею нужно вытащить. И уже индикацию нажать. Ну, в принципе, это недолго. Но, с другой стороны, отметить этот момент нужно. Я понимаю, для чего это сделано. Но проблем в этом никакой не вижу. Опять же, это единая платформа, единая система. Помимо циркулярной пилы, там и шуруповерты, и другой инструмент. Есть и садовка также имеется. Так, ну, раз речь зашла о батарее, давайте более внимательно на нее посмотрим. Аккумулятор 18 вольт, полностью пластиковый. Здесь мы видим отверстие для вентиляции дополнительной. И вот здесь фронтальная индикация заряда батареи. То есть, такое яркое-яркое большое табло, чтобы со всех сторон вам можно было посмотреть. Так, давайте возьму толстые перчатки и попробую прожать кнопку. Да, вообще без проблем. И индикация горит некоторое время после нажатия. Вот я, честно говоря, вот такой огромный табло первый раз вижу. Прикольно, с точки зрения того, что в каком бы положении не находился инструмент, вы можете, да, хоть сбоку, хоть вот сверху, хоть чуть-чуть, да, видно все равно, какой заряд батареи. Потому что у некоторых производителей индикация, ну, сделана не такая глазастая. Написано на корпусе. 4 Ач. Батарея изготовлена в декабре 23-го года. Давайте сейчас скроем и посмотрим, что за элементы здесь стоят. Это интересно. Вот так у нас выглядит плата управления. Есть конденсатор. Здесь мы видим температурный датчик. Защита от перегрева у нас так работает. Вот как раз на плате здесь температурный датчик крепится. Так шины выглядят. Вот таким вот образом. Элементы здесь установлены EVO. Это достаточно популярный и известный производитель ячеек. Качественный. Многие, кто использует эти элементы. Ну, например, из интересных DEVOLT. На своих аккумуляторах используют EVO. Можно записать в плюс. Зарядное устройство. Видим два контакта. С индикацией световой. Состояние заряда. И ток зарядки 2,3 А. Посмотрим на пилу в разборе. Так у нас выглядит кнопочка. Этот концевичок как раз за блокировку отвечает. Здесь закрытый двигатель. Бесщеточный двигатель. Вот там как раз в катушке видно. Для того, чтобы вскрыть, надо здесь много чего еще дополнительно разобрать. Я смысла в этом не вижу. Вот у нас здесь как раз электронный блок. Самоплата управления. Этот у нас сделан для охлаждения. Ну, в целом. Обратите внимание на резинку. То есть, это не сверху у нас идет обрезинивание, так сказать. А резина уже является частью самого корпуса. То есть, вот в пазы здесь она залита. Это, опять же, из чего складывается стоимость инструмента. На дешевых вы такого, конечно, не найдете. И обычно вот такое вот именно обрезинивание, то есть, как компонент корпуса, мы можем с вами встретить именно у более дорогого инструмента. А теперь давайте взвесим инструмент и замерим обороты. Совпадает ли то, что нам пишут производители, с тем, что есть на самом деле. Взвешиваем пилу. Масса без батареи 2,9 почти килограмма. Давайте батарейку поставим. Масса с батарейкой 3,5 килограмма. Вес батареи 646 грамм. Замеряем количество оборотов бесконтактным способом. 4,394. Ну, маска, что 4,400. А заявлено, кстати говоря, 4,200. Редкий случай, когда заявленные характеристики совпадают с теми, которые мы видим на приборе. Но специально для душнил, которые считают, что есть разница между контактным и бесконтактным измерением. И давайте замерим в контакте на шпинзеле. Ну, почти 4,377. То есть, что контактно, что бесконтактно. Результат практически идентичный. Но самое главное, что заявленные характеристики мы с вами подтвердили с помощью прибора. Теоретическую часть закончили. Давайте переходить к практике. Установим сначала патрубок под пылесос, потому что без пылесоса работать с циркулярной пилой, сами понимаете, такое себе удовольствие. Без каких-либо переходников стандартный шланг у меня устанавливается. Напомню, это шланг от борт пылесоса. Его внешний диаметр составляет 34,5 мм. Что делаем? Давайте по классике, то есть максимальную глубину сейчас сверим. Здесь у нас заявлено 52 мм под 90 градусов полностью опущенная станина. А сейчас мы это с вами сделаем. Ну и давайте уже произведем реза. Как видите, руки очень влияют на какие-то тесты, на какие-то показатели. Вот здесь посередине я раньше времени поднимал пилу, поэтому максимальный пропил не получился. Да, вот эти попытки были правильные, четкие, где я не поднимал полотно. Ну и глубина пропила, соответственно, у нас здесь заявлено 52 мм имеется. Все четенько. Так, а что же у нас с резом под 45? Четко все устанавливается, нигде не сбиваются значения. Это хорошо. Может быть, помните, если видели, если не видели. Были у нас прецеденты. Замеряем. 36 мм, в принципе, есть. Что здесь, что здесь. Соответственно, заявленные характеристики мы с вами подтвердили. Производитель не врет, и это прекрасно. Так, а сейчас давайте еще один тест сделаем на, опять же, точность и глубины пропилок. Хотя понятно, что циркулярная пила это вообще не про какие-то точные резы. То есть это общестроительный инструмент, поэтому, ну, плюс-минус. В общем, выставил я глубину 30 мм. Давайте посмотрим, получится ли у меня все это дело четенько распилить. Выставил 30. 30 и глубина реза получилась. Слушайте, довольно четко все получается, пока мне нравится. Дензел удивляет, что могу сказать. Классический тест. Это брус. Чуть-чуть он у меня, конечно, подпиленный. 125 на 50. Давайте посмотрим, как с этим брусом пила будет справляться. Ну, понятно, что достаточно легко. Здесь, наверное, нас интересует больше скорость реза. А теперь классический тест на производительность. Берем полностью заряженную батарею. Напомню, здесь емкость 4 Ач. И производим продольный рез бруса толщиной 50 мм. Есть контакт. И посмотрите, при проходе непрерывном она остановилась только один раз. Вот здесь, в самом конце она ушла в защиту. Батарейка холодная, двигатель не нагрелся. Вообще без каких-либо проблем мы 3 метра прошли. Продолжаем дальше. Так, одно деление показываем. Показываем одно деление. Сколько? 41 градус, 45 градусов батарейка. Ну, действительно, в защиту ушла. Надеюсь, видно, да? Вот 44, 48. Почти 50 градусов движок разогрелся. Так, что мы имеем? У нас элементы ушли в пиковую температуру почти 50 градусов. Также мы эту температуру видим на двигателе. А это значит, что, скорее всего, все это дело ушло у нас по защите. Ушло в защиту от перегрева, от перегруза. Даже вот сейчас уже остыло. Что, дорежем? Есть! И 6 метров мы с вами преодолели. Все же, давайте мы сейчас 10 минут сделаем перерыв. Поскольку температура серьезная, 50 градусов. Плюс ко всему, все-таки это не профессиональный инструмент, который мы можем безостановочно распускать туда-сюда брус. Опять же, этот инструмент не для этого предназначен. Здесь мы максимальную задачу для инструмента ставим, скажем так, пиковую нагрузку делаем ему. Поэтому давайте 10 минут отдыхаем и продолжаем. 10 минут прошло, аккумулятор чуть подостыл. 40 градусов мы видим. В принципе, можно работать. Тупо просто из-за того, что здесь очень много стружки, она прям тяжело идет, но уже и подсаживается. Чуть-чуть до 9 метров не дошла. Там, стоп, сантиметр 15 буквально. Одно отделение показывает батарея, но я прям чувствую, что она уже на 50, ладно. Понятное дело, что это все очень сильно нагрелось, но я хочу все равно дорезать до конца. Я говорю, что сейчас она дорежет. Это просто... Та-дам! Ну, понятно, она сейчас будет остывать, что-то можно ей еще будет допилить, но не будем мучить инструмент. И так все понятно. 9 метров, продольный рез, брус 50-ка на одной батарее, непрерывно. Это очень хороший результат. Можете посмотреть, у меня на канале были тесты других циркулярок. Результат достойный. Ну что, будем завершать потихоньку обзор на вот эту циркулярную пилу от Denzel. Скажу честно, у меня было несколько предвзятое отношение к этому инструменту. Мне казалось, что не совсем он соответствует своему ценнику. Но! Мы с вами посмотрели батарею. Да, здесь стоят хорошие элементы. Ну, неплохие, по крайней мере. Ну, и в целом, вот если смотреть по эргономике, по каким-то, да, нюансам, ну, особо докопаться не до чего. Металлический кожух плюс. Литая алюминиевая подошва тоже хорошо. Есть возможность даже на шину установить. Правда, на какую не знаю, но, блин, можно. Это уже хорошо. С точки зрения там замков держать все хорошо. Сколько мы выставили с вами глубину пропила, сколько заявлено, столько и показало. Ну, единственное, что да, вот индикацию заряда батареи, чтобы посмотреть, нужно батарею достать. Но, с другой стороны, это нюанс как раз самой пилы. То есть она у вас, эта батарея никуда там не выдается за корпус общий, а является, скажем так, частью инструмента, интегрирована в сам инструмент. И разрисовка удобная. Ну, как мне так кажется. Я думаю, что инженеры, которые проектировали этот инструмент, думали как раз об этом. Это не уникальная, конечно, какая-то разработка, но, опять же, есть не у всех. И теперь мне бы хотелось познакомиться с чем-то еще. Что еще есть у Denzel? Поэтому от вас я хотел бы в комментариях увидеть ваше предложение. Какой инструмент Denzel вы хотели бы увидеть на обзоре? Ну, в первую очередь, конечно, силовой инструмент. Я имею в виду там УШМ, например, или там шруповерт, или еще что-то. Посмотрите на ассортимент Denzel. Может быть, что-то вас заинтересует. И напишите, какой инструмент хотите увидеть на обзоре. А я уже на основании этого тоже что-то подумаю и выберу. Ну, наверное, будем закругляться. Все тесты, которые я хотел провести, я сделал. Инструмент мы с вами со всех сторон посмотрели. Ваше мнение и ваши выводы по поводу этого инструмента пишите в комментариях. Как всегда, моя задача об инструменте вам рассказать и показать. А уже свое впечатление вы делаете сами. Я никогда не навязываю свое мнение. По крайней мере, стараюсь это делать. Вроде все. Огромное вам спасибо за просмотр. Поддерживайте канал за инструмент подпиской. YouTube, Telegram-канал, группа ВКонтакте, Routube. Также везде загружаю видео, где вам удобно. Там и смотрите. Ставьте лайк, если нравится то, что я делаю. Берегите себя. Всего вам самого доброго и самого светлого. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова